Молодых женщин привозили в лагеря любви, чтобы они забеременели. Считалось, что они произведут на свет неких сверхлюдей. Были вложены 100 миллионов долларов. Сейчас все это делается под влиянием коммерческих интересов. Нам придется заплатить за такое вмешательство в фундаментальный жизненный процесс. Это баловство с фундаментальными основами жизни. Если бы вы все досконально об этом знали, то, может быть, и можно было кое-что изменить. Но сейчас все это делается под влиянием коммерческих интересов. Были вложены 100 миллионов долларов. И теперь под этим прессингом они торопятся поскорее вывести продукт на рынок. С подобными вещами так не обращаются. При работе с такими вещами, если вообще существует такая потребность, не должно быть ни малейшего давления. Прежде чем у нас не появится 100% уверенность в наших действиях. Ход наших мыслей основан на умозаключении, что если у вас хорошая генетика, то вы будете замечательным человеком. Поймите, это чистой воды расизм. Адольф Гитлер Адольф Гитлер основал так называемый лагеря любви. Потому что был убежден, что его немецкие солдаты, которых он считал арийцами, или бог знает кем, это самые породистые люди. Женщин из европейских стран сотнями привозили в эти лагеря любви, чтобы они забеременели от немецких солдат. В надежде вывести каких-то сверхлюдей. Ваш отец может быть здоров, как бык, и вы думаете, что у вас отличные гены. Но это вовсе не означает, что из вас получится великий человек. Нет, жизнь так не работает. Вы упускаете все остальное. Вы забываете, какое влияние на ребенка оказывает любовь его матери, с которой она вынашивала его в своем чреве. Вы думаете, что только глупая генетика ответственна за все. Да вы взгляните, в одной и той же семье у одних и тех же родителей разве получаются одинаковые дети? Общие гены – это чепуха. Один ребенок такой, второй другой. Не так ли? Мы не учитываем влияние сознания, человеческих эмоций и мыслей, а также атмосферу, создаваемую нами. Мы считаем, что все это не имеет значения, нужно просто изменить гены. В свое время в Индии разгорелась большая полемика о генно-модифицированных растениях. Сначала это был хлопок, затем появились генно-модифицированные баклажаны. Я пытался понять, о чем идет речь. И когда я встретился с сотрудником одной из крупных профильных компаний, я спросил его, что это значит, что конкретно вы модифицируете. Основная проблема при выращивании однолетних овощных культур с периодом вегетации от 3 до 6 месяцев или основное препятствие для получения хорошего урожая это жуки и прочие насекомые, которым нужно чем-то питаться и которые нападают на растения. Они обычно не едят сами овощи, они любят листья. Это неплохое партнерство между нами. Они едят листья, мы едим плоды. Но если они съедят слишком много листьев, плодов будет мало. В этом-то и проблема. По этой причине мы пытались бороться с ними при помощи химии, опрыскивая все без исключения. Самолеты разбрызгивали инсектициды, которые убивали абсолютно все. Это самый безответственный поступок, который мы совершили в отношении этой планеты. Чтобы уйти от этого, мы прибегли к генной инженерии. Мы решили убрать из листьев то, что привлекает к ним насекомых. Или сделали их вкус горьким для жучков. Насекомые обладают чувством вкуса. Насекомое ест листву, потому что она сочная и питательная. Так давайте сделаем ее горькой. Только листья будут горчить. Не сам овощ, а только листья. И поэтому насекомые не смогут их есть. Но потом я подумал, а это решит проблему раз и навсегда. Это окончательное решение. Он сказал мне, нет, садгуру, каждый сезон нам приходится делать все заново. Потому что за три месяца насекомые тоже выходят на нужное решение. Они находят способ делать горечь приятной на вкус. И нужно снова заниматься генной инженерией. И что же постепенно происходит? Скажем, через 8-10 лет генетических манипуляций над определенными культурами вы получите сверхнасекомое, с которым однажды уже не сможете справиться. Насекомое станет настолько устойчивым, что вы уже никак не сможете его убить или отпугнуть. Так что насекомые эволюционируют быстрее, чем ваш интеллект. Потому что это вопрос их выживания. Они быстро приспосабливаются и эволюционируют. И тогда я спросил, не становятся ли насекомые все более и более устойчивыми? Он сказал, да, это невероятно, насколько устойчивыми они становятся. Так что же произойдет через 50 лет? У вас будут такие насекомые, с которыми вам будет не справиться. Если насекомое может изменить свои вкусовые рецепторы или что-то еще, то предположим, оно решит, что вы корень всех проблем и станет вот таким большим. Тот маленький жучок станет вот таким. Что вы тогда будете делать? Я спросил, существует ли такая вероятность? Он очень серьезно задумался и ответил, мы не можем исключить такую возможность. Такое может произойти. Однажды насекомое может решить, что его размер и способ выживания недостаточно эффективны. И если оно станет вот такого размера, то правила игры радикально изменятся. Мы вмешиваемся в ход вещей и меняем кусочки информации, не имея полного представления о том, как функционирует генетический материал не только в человеке, но и во всем, что нас окружает. Допустим, вы изменили геном человек. Это один из возможных сценариев, обсуждаемых некоторыми учеными. Что означает изменение генома. Давайте представим, что у вашей тети рак. У ее матери был рак, у вашей бабушки был рак, и мы изменили ваш геном таким образом, чтобы у вас рак не развился. Вот для чего нужны эти изменения. Подобные изменения генома вполне возможны и мне кажется, многие их последствия можно наблюдать уже сейчас. Одно из них это быстрый рост уровня аллергических реакций. В Соединенных Штатах много людей с аллергией на солнечный свет. У других аллергия на лактозу, молоко и арахис. Что значит аллергия? Я и не знал, пока мне не объяснили в самолете. В самолете мне дали какие-то жалкие орехи макадамии. А я сказал, я не буду есть эти орехи. Вы можете принести мне земляные орехи или арахис, или как они у вас называются. Нет, нет, не в этом самолете, потому что у одного из пассажиров аллергия. Если аллергия у него, то как меня это касается? Нет, вы не понимаете, если вы откроете пакетик, он умрет. Серьезно, если вы просто здесь откроете пакетик, мужчина, сидящий где-то там, задохнется и умрет от одного лишь запаха. О чем здесь спорить? Это не обязательно вызвано генетическими изменениями в самом человеке, но может быть вызвано модификацией продуктов, химических соединений и других веществ, попадающих в его систему. Один из возможных вариантов это развитие аллергии к воздуху, которым вы дышите. Это мне на руку, если я производитель кислородных баллонов. для меня это будет отличное развитие событий, потому что я смогу продать миллионы этих штуковин. Кто вам сказал, что вы должны выпивать 3-4 литра воды в день? Те, кто продают воду. Да. Нет, нет, это врачи говорят. Из-за того, что вы выпиваете 3-4 литра воды в день, даже в прохладную погоду, у нас туалетов больше, людей. У нас 600 миллионов туалетов на 300 миллионов человек, потому что вам в любой момент может приспичить. Никто и никогда не пил такого объема воды. Даже в тропической стране, где намного теплее, мы не пьем столько воды. Только в холодной Америке, в холодном Нью-Йорке вы увидите, как люди носят бутылки с водой, как будто в любой момент они могут оказаться в пустыне без воды и с ними что-то случится. Это вызвано коммерческими интересами. Кто-то говорит, если вы пьете кофе, у вас не будет инфаркта. А теперь кто-то другой говорит, если вы пьете кофе, у вас разовьется рак. Это разные вещи, но за такое вмешательство в фундаментальную субстанцию жизни нам придется платить. Мы еще не знаем, как именно. Это хорошо, что наука исследует все эти вещи. Это замечательно. Мы должны исследовать. Но коммерческие интересы непременно приведут к преждевременному применению этих знаний. И на данный момент предотвратить это невозможно.